Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно прошел слух о том, что какие-то ограничения на карты и так далее. И очень многие пишут, что перехожу на наличные, только наличные, никаких карт, я не доверяю этим картам и так далее. Давайте сравним, что лучше, наличные или карты. Первое. Если вы используете только наличные, то вы очень сильно ограничиваете себя. Смотрите, наличные можно передать только из рук в руки. Не так ли? Поэтому, если вы хотите принимать за свои, скажем, какие-то услуги или за какую-то работу только наличные деньги, то значит вы ограничиваете себя расстоянием вытянутой руки. То есть вы сможете получить наличные только внутри своего города. А у нас огромная страна, в стране живет 140 миллионов, и возможно, все 140 хотят заплатить деньги вам, а вы ограничиваете, вы не даете им такую возможность. Ну что вы, ребята. Конечно, лучше пользоваться карточками. То есть, например, на карточку я могу получить деньги хоть из Владивостока или из Сахалина и получаю. Вот, такое случается. То есть это вы сильно ограничиваете себя. Второе. Если вы используете только наличные деньги, то вы их кладете, ну куда там, под матрас, значит, там в шкаф и так далее, и они не работают. Они не работают, но при этом их больше не становится, их становится только меньше, потому что их съедает инфляция. И все прекрасно знают, что есть инфляция такая штука, что цены непрерывно растут, и на те же самые деньги вы в результате сможете купить через какое-то время товаров все меньше и меньше. Поэтому в наличных деньгах хранить деньги не стоит. Даже если вы купите валюту, то вот сейчас, например, валюта не сильно дорожает, и это не имеет смысла абсолютно, потому что, ну, есть разница между ценой купли и продажи валют, и вы на этом однозначно, опять же, теряете. Если вы кладете деньги на счет, то хоть какие-то проценты вам капают, в зависимости от того банка, который вы выбрали. И здесь надо выбирать, ну, конечно же, банк более-менее надежный. Вот. Сбербанк дает меньше всего процентов, но он самый надежный. Там ВТБ-24 самые надежные. Есть банки, которые менее надежные. Можно положить деньги на депозит, и это уже будет примерно как инфляция. То есть там сейчас инфляция где-то, ну, в районе 4-х там процентов. Вот 4-6 процентов, как утверждается. И, ну, если в валюте считать, то так оно и есть. В принципе, даже меньше, то, в общем, просто они будут там приносить, ну, хоть как-то покрывать инфляцию, хоть какой-то доход будет идти. Если они у вас наличными, то они у вас не растут. Если вы положите деньги в более интересные инструменты, как я рекомендую, например, на брокерский счет, какие-то облигации, ОФЗ те же самые, там 7-8 процентов. Если корпоративные облигации, вы увидите, что можно под 12, там до 16 процентов смело иметь. Если такие инструменты на фондовом рынке, как модельный портфель, про который я также рассказываю, или там другие, то 20-30 процентов вы видите в моих видео, что деньги могут работать. И увеличиваться. Если вы ограничиваете себя только наличными деньгами, это значит, что вы однозначно ограничиваете себя в сумме денег, потому что, ну, большая сумма просто под матрас не влезет, в шкаф тем более. Вот, теперь далее. Риски. Наличные деньги. Что может произойти с деньгами и с карточками? Смотрите, наличные деньги вы элементарно можете потерять. И вы также элементарно можете потерять карточку. Что произойдет, если вы потеряли наличные деньги? Вы их потеряли навсегда и бесповоротно. Вот, ну, разве что вы потеряете какой-то, так сказать, мешок денег, например, да, то вы запросто можете нарваться на честного человека, который придет в милицию и скажет, я нашел там 2 миллиона рублей в сумке, наверное, кто-то плачет, и кому-то, наверное, они нужны, и я бы вернул вам, вернул эти деньги владельцу. Но, согласитесь, что вероятность этого, ну, вероятность того, что вы потеряете сумку с 2 миллионами крайне мала, и, наверное, еще меньше вероятность того, что кто-то принесет ее. Вот, но такая вероятность есть. Теперь, если вы потеряли карточку, например, то совершенно спокойно, скорее всего, ее, либо если никто не найдет, то просто вы ее восстановите, и деньги не пропадут, которые лежат на карточке. С другой стороны, если кто-то найдет, то с огромной вероятностью это будет хороший человек. Вот, и этот хороший человек, скорее всего, что сделает? Ну, либо ничего не сделает, либо позвонит в банк и скажет, вот я нашел карточку человека, значит, как бы ему вернуть эту карточку. Вот, таких людей много, у меня такие случаи были не раз. Я, например, вот заправлялся на заправке Лукоил, карточке Тинькофф, вот, и я ее там оставил. Вот, ну, оператор, значит, увидел эту карточку, она не знала, кто я, где я, и просто позвонила в Тинькофф, и Тинькофф тут же заблокировал карточку. Это первое, что делает оператор любого банка, любого банка, неважно какого, он блокирует карточку, и, значит, ну, потом этот человек, оператор, позвонил мне, не оператор, а менеджер банка, и сказал, вот, вы потеряли карточку, я ее заблокировал, значит, я вам сообщаю, что вы ее потеряли. И я его очень-очень долго уламывал, чтобы он разблокировал эту карточку, и я просто съездил на заправку, и взял карточку у оператора АЗС, потому что, ну, видно, что если человек позвонил и сообщил, что он нашел карту, то это хороший человек, и он не будет с нее снимать деньги. Ну, очевидно. Вот, второй случай у меня был совсем интересный. Я оставил в магазине просто кошелек, в котором были вообще все мои карточки. Вот, это был магазин армянский. Вот, ребята торгуют всякими... Называется все до лампочки. Вот, не сочтите за рекламу. Хорошие ребята. Вот, я у них регулярно что-то покупаю по электричеству. Вот, они в кошельке просто порылись у меня, нашли там мою визитную карточку, позвонили мне и сказали, что приезжай, забирай свой кошелек со всеми своими карточками. Когда я приехал забирать, они мне сказали, что... Очень, ну, хорошие люди, они вот сказали, что нам чужие деньги не нужны, мы не, так сказать, собираемся никак зарабатывать незаконным образом. Вот, мы, как бы, хотим зарабатывать все законно, потому что незаконные деньги нам счастья не принесут. Вот, вот, такие люди. И таких людей я уверен большинству. А так как я в этом уверен, что хороших людей большинство, то на самом деле меня такие люди и окружают. Вот, поэтому, значит, здесь нет, в принципе, ну, риск потери денег минимальный. Просто верить, что кругом хорошие люди. Вот, но я же не настолько наивный, я знаю прекрасно, что есть люди, которые, если найдут карточку, то они попытаются ею воспользоваться. Ну, давайте, чтобы не нервировать там людей Тиньковым, давайте я покажу, что вот у меня есть карточка. Видите, Яндекс.Деньги, да? Вот. И здесь есть такой вот значочек, вот, видите, да? Этот значочек говорит, что карточка бесконтактная. То есть, в принципе, если я ее потеряю, то любой человек, который ее найдет, сможет вот этим бесконтактным способом просто приложить и воспользоваться моими деньгами, которые лежат на этой карточке. Ну, много он с этого не поимеет, потому что, значит, бесконтактным способом можно снять только там небольшую сумму, там, ну, в зависимости от банка, там от тысячи рублей до полутора тысячи рублей, насколько я знаю. То есть, денег много я все равно не потеряю. То есть, если у меня там лежит, например, там 20-40 тысяч, то люди эти деньги не... Ну, то есть, им надо очень много это делать 40 раз, чтобы 40 тысяч снять. Ну, понятно, что они же не дураки, они понимают, что как только я обнаружу пропажу, то я тоже заблокирую карту по телефону. Поэтому, значит, здесь, опять же, риск потери намного ниже, чем с наличкой. Если наличкой я потерял 40 тысяч, то это уже точно с концами. Третий вариант. Есть нехорошие люди, которые стремятся украсть деньги. И если они украли у вас наличные, ну, здесь уже все, шансов никаких, потому что это люди нехорошие, и они украли, и они не для того, чтобы вам их вернуть. Ну, а если украли карточку, то, соответственно, для того, чтобы вывести деньги с карточки, опять же, надо знать пин-код. Ну, там, подтверждение операции по телефону. Ну, то есть, надо, они должны украсить, они все прекрасно понимают, что они должны украсить карточку с телефоном. Поэтому, значит, для безопасности, конечно, ну, во-первых, не надо писать пин-код на самой карточке, или там же, где она хранится, или заворачивать бумажку, на которой написан пин-код к этой карточке. Это все равно, ну, как бы, что подарить деньги, на самом деле. То есть, если пин-код не знают, то, в общем-то, сказать, и не снимут деньги с вашей карты. И это надежно. Теперь дальше, значит, ограбить элементарно. Вас когда-нибудь грабили? Вот, меня грабили, значит, ну, там, несколько раз залезали в дом, очень неприятная история, там, вот, и я вам по секрету скажу, знаете, вот, ну, несколько раз грабили не очень успешно, значит, один раз залезли и конкретно все перерыли. Где искали? Под матрасом, в шкафу, то есть, все-все-все вещи из шкафа были просто выворачивали на пол и просто перетрясли все буквально, вот. Ну, там, на кухне, так сказать, соответственно, то есть, все-все-все, так сказать, было перерыто. Потому что, ну, все грабители прекрасно знают, где люди хранят потайные, значит, места, где люди хранят деньги. Ну, так как у меня денег, естественно, дома я не храню в наличном виде, то, в общем-то, украли только там золотые украшения, какие-то, так сказать, там, ценные вещи, даже не помню, какие, вот. Но, тем не менее, больше ничего. Вот, ну, вещи какие-то, ну, вещи всегда надо обновлять, поэтому так хрен с ними. Вот, а, скажем, ну, золотые вещи ценности особо и не несут, потому что это, ну, их должно быть очень много, чтобы они ценность несли. Вот, поэтому, а деньги в банке, или тем более на брокерском счете, это намного надежнее. Про брокерский счет я говорил, что брокерский счет намного надежнее, чем банковский счет. Вот. Ну, что еще, какие могут быть опасности? Пожар, например, да, при пожаре, ну, скорее всего, наличные деньги просто тупо сгорят. Вот. А карточка тоже сгорит, на самом деле, но деньги-то при этом останутся, потому что просто выписали новую карточку, и все. Вот. Ну, значит, по мерам безопасности, как вести себя, вот, с деньгами, ну, в принципе, может быть, я сниму другое видео, если хотите. Ну, в общем, я надеюсь, что я вас убедил, что деньги на карточке, безналичные деньги, это намного удобнее, намного интереснее, и они позволяют просто не ограничивать себя в сумме от сбережений, да, то есть сколько угодно, на брокерском счете там 10-20 миллионов, 100 миллионов у многих есть, и я знаю таких людей, у которых есть там 100 и больше миллионов рублей на брокерском счете, и они прекрасно себя чувствуют, вот, и ни в чем себе не отказывают. А вот представить себе человека со 100 миллионами рублей наличных, я как-то плохо себе представляю, вот. Вот, но если у вас там какие-то, так сказать, ну, более-менее деньги, альтернатива, скажем, брокерскому счету или банковскому, или депозиту, ну, наверное, может быть какое-то, так сказать, вложение в недвижимость, это многим нравится. Если уж недвижимость, то я бы рекомендовал все-таки не квартиру, а коммерческую недвижимость, может быть, но коммерческой недвижимостью надо заниматься, это уже не вложение, это уже бизнес, потому что инвестиции это нельзя назвать, потому что этим придется заниматься регулярно, вот. А здесь инвестиции я могу заниматься в любое время, из любой точки мира, вот. Поэтому очень хорошо, и напоминаю, что безналичные деньги это я могу получать, находясь где угодно, меня не надо для этого просто физический контакт приходить с тем лицом, который мне хочет дать деньги. Соответственно, я могу путешествовать и при этом продавать свою продукцию. Вот, я надеюсь, что я убедил вас в том, что деньги на карточке это намного надежнее, не надо этого бояться, не надо ничего, значит, там, всяким слухам верить о том, что ведут контроль и так далее, и так далее. Вы просто ограничиваете себя суммами. С вами был Демитков Юрий. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. И до встречи.